Пожарные инспекторы в преддверии Нового года проверяют продавцов салютов. Требований к торговым точкам предъявляет многое, ведь от того, как хранятся фейерверки, где и кто их изготовил, зависит многое. Качество салюта должен подтверждать сертификат, и каждый покупатель вправе с ним ознакомиться. Сертификат выдаётся. Сертификат должен иметь либо синюю оригинальную печать либо поставщика, либо изготовителя данного пиротехнического изделия. Удостоверившись в оригинальности товара, стоит делать выбор. Не нужно забывать, что и дома хранить пиротехнику следует по правилам. Нельзя оставлять возле нагревательных приборов или в местах прямого попадания солнечных лучей. Но и самое главное, перед запуском нужно обязательно ознакомиться с инструкцией. Прежде всего, выбирать нужно пиротехнику только в специализированных магазинах. На каждом пиротехническом изделии есть инструкция, как пользоваться. Батареи салютов, петарды, фонтаны, ракеты. Перед тем, как использовать пиротехнику, необходимо прочесть эту инструкцию и строго следовать этой инструкции. Количество торговых точек, реализующих пиротехнику, растёт. Ещё три года назад специалисты говорили о трёх магазинах в Уссурийске. Сегодня их больше десяти. И не все работают в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Проверка этих мест только начата. Нарушители ожидают административную ответственность. В случае выявления нарушений наступает административная ответственность у должностных лиц от 6 до 15 тысяч. У предпринимателей в зависимости от части статьи 24 от 6 до 40 тысяч. Категорически не советуют специалисты покупать салюты, как говорится, из-под полы. Ближе к Новому году на рынках и перекрёстках появятся такие торговцы огненных потех. Да, у них гораздо дешевле, но нет сертификатов соответствия. И сэкономленная копейка может больно аукнуться и ныть на больничной койке. Ольга Муравьёва, Анатолий Молчанов, Телемикс.